МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На самом деле ответили на этот вопрос ученые совсем недавно и очень сложно ответили. Давайте остановимся на том, что у хамелеонов есть клетки, фотоклетки, которые реагируют на освещение, на температуру и на настроение хамелеона. И от этого его цвета варьируются. Но говорят, что хамелеон, я это никогда, конечно, не проверял, мне хамелеона не было, меняет цвет в зависимости от окружающей среды. Вот увидит он зеленую травку, он на нее ляжет и станет зеленым. Но это его вообще изначальный цвет. Ляжет на красный лист, станет красным. Но мы можем провести эксперимент. А вот если на оранжевый стол мы поставим? Да, давайте поставим на оранжевый стол. Я думаю, все видели рекламу очков известного бренда, как хамелеон шагает по ним и меняет свои цвета. Ой. Ты какой-то лапушка. Ну, в общем, это фантастика. И откровенная неправда. Как? Не меняет. Не меняет хамелеон цвета в зависимости от... Мария сейчас не станет оранжевой. Не станет оранжевой. Ну, а зачем тогда врут? В смысле? То есть они вообще не меняют цвета или как? А врут преувеличивают. Откуда? Хорошо. До какой степени тогда хамелеоны могут менять цвета, Кристина? И в каких условиях? И почему? Ну, давайте подумаем, зачем хамелеону оранжевый цвет? Он ему совершенно ни к чему. Значит, он сел на оранжевый цвет. Как хамелеон вот такой толстый удержится на оранжевом цветке? Он упадет. Коричневый цвет актуально под кору дерева? Актуально может стать коричневым. Может стать черным. А может стать желтым, зеленым, светло-зеленым. Смотрите, появляются бирюзовые крапинки. А с другой стороны другого цвета. С зрителям видно, да, что... А с другой стороны совершенно верно. Он светло-челый. Смотрите, вот сейчас прямо темно-зеленая и светло-зеленая Мария. Кристина, почему так? А почему бы и нет? Злата, ну ты накажешься красной помадой. Почему нет? Слушайте, Доря. Хорошо, дома можно держать хамелеона? Можно. А ничего сложного. Еще и крайне интересное наблюдение. Мало того, что он цвета меняет. Еще и его язык достигает длины его тела. Ой, не надо. Своим языком он стреляет в насекомое. А на самом деле это работает по принципу вакуума. Никакой липучки там нет. А язык это трубка, которая делает так. И насекомое к нему прилипает. Злат, ну тебя же не целовал никто вакуумной трубкой только что. Отдельный террариум. Нужен хамелеон? Обязательно террариум. Обязательно довольно-таки сложный климат, влажность. Никаких перепадов влажности и температуры. А температура какая должна быть? От 20 до 40 градусов в зависимости от подвида хамелеона. Это еменский хамелеон. Самый распространенный вид. Почему? Потому что проще всего размножается в неволе. Вот у нас Марьяша беременна от ее супруга Ванечки. Скоро будут детки. Ну как скоро? Она отложит яйца, и инкубироваться эти яйца будут до 9 месяцев. Серьезно? Да, очень долго. Вот такие вот малышки. А вылупиться просто невероятно трогательное чудо. Даже зла тобой, я думаю, не осталось равнодушной. От вот таких крошечных яичек, из которых вылезают точные копии Марии, на только вот такие малюточки. И кормить их нужно мошками дездрофилами, знаете, которые такие маленькие, фруктовые. Разводите мошек, и хамелеончики маленькие стреляют из-за компании. А-а-а, какая милота. А они маленькие меняют цвет? Конечно, да. Еще даже активнее, чем взрослые. Слушайте, хорошо. Стоит ли бояться хамелеона? Агрессивные ли они? Что можно ожидать от этого совершенно непонятного существа? Никакой агрессии. Они не способны обороняться в природе. Поэтому у них есть мимикрия. Они поэтому защищаются цветом. А еще у них очень интересные ноги. Смотрите. В процессе эволюции у них столько же пальчиков, сколько и у нас. Их пять. Но они у них раздвоились вот по такому принципу. Чтобы было удобно. Вообще у него как будто две ладошки, на самом деле. Как будто две ладошки. Чтобы было удобно хвататься за ветки. И чтобы ветер на Мадагаскаре их не сносил. А они живут на Мадагаскаре только? Ну, они распространены довольно-таки. А сколько вообще они живут? Около семи лет конкретно еменских хамелеон. А, нет, ну это хорошая продолжительная жизнь. Ладно, сколько стоит вот это вот чудо? Чудо. А вообще найти можно за 10 тысяч примерно. Но это завышенная цена. Мы продаем наших малышей за полторы тысячи примерно. Потому что их много, потому что... Потому что нам не надо. Почему бы не поделиться? Ну, действительно. А, кстати, хорошо, что есть у них такая функция, особенно у мелких хамелеончиков. Им же весело так, да? Им не нужно цветные игрушки покупать. Они сами... Ну, а ты оранжевый, а сегодня красный. А вообще глупое создание? Или можно к чему-то приучить? Чтобы окликалось на имя. Такое, знаешь, да бестолковое. Марья, и она такая, у-у-у, задние лавки радостные. Ну, вот что ты несешь? Небольшая. У них все силы, видимо, потратились на вот эту вот мимикрию. Это вот... Ты умеешь отвлекаться на имя? Вообще много чего умеешь. Но цвет ты сама менять не умеешь. Только на солнце полежишь, почернеешь немножечко. А эта женщина буквально за несколько минут в студии и светло-зеленая побывала. Тебе нравится вот такое непостоянство, да? Что на цвет меняло? Можно поделиться. Давай. Друзья. Ой, господи, боже, что ему... Она нормальная. Вот змея к нам в студию приходила, слава богу, меня здесь не было. Вот это я бы запаниковал. А тут она очень нас даже... Она, посмотри, она не кусается. По-моему, я не буду смотреть. Я не похож на муху. Она меня вакуумным своим этим насосом не поцелует. Не поцелует. Ладно, в террариуме, кроме вот цвета, влажности, какие-то камни, ветки, еще что-то им необходимо. Да, тип террариума горизонтальный, потому что животное двигается по деревьям. И огромное количество веток для того, чтобы оно... А кушать-то что? Это значит, маленьких этими мошками кормите? А взрослые особи едят тараканов. Что сильно хватается, да? Ну так, нет, на самом деле, очень даже. Она очень приятная на ощупь. Она не холодная. Только не ко мне. Они же теплокровные. Холоднокровные. Она согрелась у меня на руках, поэтому не холодная. Спасибо большое, друзья. Друзья, у нас в гостях была пресс-секретарь контактного зоопарка Кристина Вдовина и хамелеон Марья, ну и был Дмитрий Сергеев. Что сейчас произойдет дальше, я пока не знаю. Уходим на рекламу, после этого вернемся в студию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова